ну я буду всегда говорить мы вот сначала мы расскажем что мы сделали расскажем зачем мы это сделали покажем демо потом я расскажу кто мы такие и как как у нас вообще происходило разработка того чего мы сегодня с вами хотим представить вам в общем давайте начнем и вот хочу по поводу вопросов если у вас есть какие-то вопросы то в принципе мы вы можете в любое время доклада поднимать руку и если мне будет будет время ответить я вам отвечу если нет перенесем чуть-чуть на конец нашего доклада вопросы есть хорошо тогда у меня есть вопрос я вот слышал предыдущий докладчик рассказывал про айоти что такое айоти айоти интернет офф сенс хорошо а подробнее все вещи в доме имеют в интернет и могут коммуницировать между собой хорошо хардвар имеющий связь с интернетом что что все вещи между собой могут общаться ну по сути каждый из вас по своему прав и я расскажу наше видение айоти вот допустим телефон это айоти или нет если он работает в сети в сети ну android ну на самом деле по определению которое есть в википедии написано что сеть embedded или носимых устройств которая может быть связана с интернетом или не связана с интернетом и является интернет офф сенс ну по сути в последнее время если рассматривать айоти это скорее такой базворд который часто используется для как слово для привлечения внимания мы для себя выработали такой подход к тому что такое айоти айоти это такая песочница или там лаборатория в которой можно поковыряться всякими железяками и вот как только мы уже сделали что то что отвечает на вполне конкретный вопрос зачем это типа вот телефоны это уже перестает быть айоти это уже технология не связанная с интернетом офф сенс хотя из нее вышедшая то есть для нас интернет офф сенс это некая такая лаборатория песочница чтобы поиграться всякими железными штуками embedded носимыми там ну неважно какими просто вот железо объединенная в сеть уже для нас интернет офф сенс как только мы сделали что то что уже отвечать на вопрос зачем оно нам это уже перестает быть интернет офф сенс поэтому ну сегодня мы будем с вами говорить о смарт хаус мы подумали и решили сделать создать систему для управления умным домом но для нас она еще не вышла из этой песочности песочницы интернет офф сенс и для нас это еще такая экспериментальная технология которую мы развиваем которую расширяем в которой участвуем вкладываем свои силы старания и усилия для того чтобы сделать что то интересное ну в первую очередь мы задумались что такое смарт хаус и зачем это может нам быть нужно какие проблемы могут быть вот дома которые можно автоматизировать или как то там сделать интереснее проще фановей там ну мы подумали что в последнее время в принципе в любое время безопасность дома это всегда важный пункт и важный момент и то есть одним из таких одной из областей в которой мы хотим покрыть наша система это является безопасность нашего дома при помощи умного дома следующий момент это экономия да ну и в последнее время там ну растут тарифы там неэкономное использование разных ресурсов в принципе в мире там кому то не хватает то воды то электричество и все 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 и каждый дом если он экономен он в принципе по своему умный да и последний момент который мы учитывали это просто удобство то есть зачастую какие то рутинные вещи мы можем автоматизировать и не тратить на них не тратить на них усилия и получать удобные решения для вот простых рутинных вещей в нашем доме сразу ну как бы обозначили что мы хотим теперь как мы это можем сделать ну с точки зрения железа существует масса решений на прошлом одессе одесса джесс я рассказывал про raspberry про arduino про квадрокоптеры про intel edison как это можно программировать на джаваскрипте как это все делать ну с прошлой одессы джесс вышло еще больше железа железа при том ну не промышленного уровня а такого которое мы можем взять и дома использовать то есть собрать какую то автоматизацию домашнюю без привлечения экстраспециалистов или там использование каких то промышленных стандартов в плане железа ну в общем вариантов как это сделать масса мы покажем демо как это сделали мы но но мы постарались абстрагироваться от того что есть с точки зрения железа сделать так чтобы наша система работала неважно на каком сетапе hardware сетапе теперь с точки зрения софта опять же на прошлое одесса джесс мы говорили о таких фреймворках как silent.js и johnny5 фреймворк ну за прошедший год ничего не изменилось эти фреймворки продолжают быть фреймворками для работы с hardware с raspberry с arduino с intel edison с всякими там роботами там сферами квадрокоптерами вот и johnny5 и silent.js имеют довольно довольно большой IP для того чтобы выходить за пределы софтвера получать так сказать connection с миром hardware мы по-прежнему используем эти фреймворки но сегодня будем о них говорить меньше в общем мы собрали наши требования и решили что нам нужна система которая будет отвязана от железа который при помощи которой нам можно будет управлять различными различными устройствами в нашем умном доме этот эта система должна быть гибкая она не должна ограничивать человека который решил сделать умный дом у себя а только ему помогать поэтому поэтому мы решили мы решили и сделали систему которая обладает различными свойствами и может там собирать разную информацию с различных датчиков управлять этими датчиками там ну хранит в себе набор различных девайсов которые у нас есть в умном доме еще интересный момент нашей системы мы задали сценарии которые позволяют писать такие пользовательские скрипты то есть если у нас температура поднялась выше там 25 градусов включить кондиционер или если у нас темно включить лампочку или если у нас темно и холодно включить и кондиционер и лампочку и вот эти вот скрипты пользовательские сценарии мы сделали двумя способами то есть один из способов это такой для домохозяек да когда через вот такой вот интерфейс человек просто указывает там какой девайс указывает какие-то ну человеческими такими более-менее интерфейсами значения и цепляет какие-то экшены то есть в данном случае если температура больше 20 градусов включить какой-то датчик который называется сам description таких экшенов может быть много точно так же как и условий то есть если у нас там пять условий мы можем сказать либо какое-то из них выполнится или если все условия выполнятся мы выполняем какие-то действия и второй вариант это мы можем использовать javascript для написания этих сценариев то есть мы можем задать вот эти вот пользовательские сценарии автоматизации умного дома при помощи javascript хорошо видно некоторые переменные но в общем какая суть ну это приблизительно скрипт который автоматизирует вернее два скрипта которые задают некую автоматизацию то есть у нас есть редактор прямо в нашей в нашей этой веб-интерфейсе в котором мы пишем вот такие вот сценарии при помощи там специальной опишечки мы получаем доступ к различным сенсорам и эти сенсоры мы можем посылать на них данные либо получать от них данные и выполнять какие-то действия по ним то есть ну вот например здесь мы говорим что если у нас температура больше 25 тогда мы там в консоль шлем что это типа жарко если меньше 15 то тогда мы шлем что холодно и включаем светодиодик то есть ну такие простые сравнительно сценарии которые могут задавать поведение наших наших устройств нашего умного дома ну и они на джаваскрипте как на самом распространенном и простом языке ну может быть не для всех простом но думаю на этой конференции это для всех простой задаем сценарий который выполняется и собственно происходят какие-то действия заданные здесь какие-нибудь вопросы хорошо идем дальше следующий момент как мы все-таки это сделали то есть что является что и что является архитектурой нашей системы как нам удалось уйти от привязки конкретному железу и как мы с этим всем работаем то есть если рассматривать архитектуру нашего приложения у нас есть ну несколько таких частей часть которая отвечает за за железо то есть сами девайсы и контроллеры для работы с сенсорами там датчиками так дальше потом стоит MQTT сервер то есть это месседж сервер через который у нас происходит общение между нашим веб интерфейсом и нашими датчиками то есть вот это связующее звено с одной стороны и с другой стороны вот эта абстракция которая нам позволяет не привязываться к конкретному hardware сетапу то есть у нас есть месседж сервер в который мы шлем нужные нам сообщения и все кто подписан на определенный тип сообщения начинают работать либо здесь либо здесь то есть мы регистрируем наши девайсы мы регистрируем наш ну наш аппликейшн и потом реагируем уже на те сообщения которые появляются в этой очереди сообщений несколько слов о том что мы используем какой технологичный стек мы используем здесь здесь у нас есть node.js mongodb с ORM ODM Mongoose есть сокет.io и центр нашего бэкэнда это rx.js я чуть подробнее потом покажу как это внутри работает но пока вот так с точки зрения фронтэнда у нас есть приложение на втором Angular которое общается с нашим node.js сервером вопросы сейчас расскажу так если вкратце архитектура бэкэнда выглядит следующим образом центром всего является rx.js то есть все сообщения которые поступают из mqtt является трансформируется в стримы в стиле rx на эти стримы подписываются наши пользовательские сценарии и в случае если у нас попадают какие-то в наши стримы попадают данные на которые у нас подписаны сценарии эти сценарии начинают работать и выполнять какие-то сценарии как те которые мы делаем через визор так и те сценарии которые мы пишем руками в этом редакторе на джаваскрипте плюс точно так же в таком же стиле наше вот это node.js приложение тоже общается с rx стримами и получает и паблишит данные через вот эти input output стримы очень удобная интересная штука ну в общем нас это прет и мы сделали это центром нашей системы так следующий момент это также вот эти вот rx стримы мы дали возможность их использовать в наших пользовательских сценариях то есть у нас вот есть пользовательский сценарий который мы пишем вот в том редакторе и у него есть доступ через api к стриму мы там фильтруем все сообщения по определенному девайсу и выполняем какие-то действия на которые там фильтруем удаляем то что не нужно делаем уникальные то есть полное все api которое предоставляет rx мы здесь можем использовать и после этого сабскрабим какие-то обработчики которые нам выполняют конкретные действия то есть в нашем случае мы там из стрима выдернули нужные нам данные и в случае если они у нас появятся мы на конкретный экзекьютор device id шлем определенное значение то есть можно в двух стилях писать наши вот эти пользовательские скрипты ну помимо визорда который которым мы там накликали и что-то получили мы можем еще и вот использовать скрипты просто которые мы говорим взять отсюда послать сюда а также мы можем использовать стримы при помощи которых делать ну более гибкую что ли более функциональную более реактив имплементацию наших пользовательских сценариев да я потом об этом расскажу хорошо давайте дальше на фронтенде мы используем второй angular и бабел мы пишем на экмоскрипт шестом не делайте так если вы хотите писать на втором angular пишите сразу на тайп скрипте то есть для того чтобы ну это шишки которые мы набили пока мы делали этот проект для того чтобы нам лучше интегрироваться с существующей и развивающейся инфраструктурой второго angular лучше использовать второй лучше использовать тайп скрипт чем экмоскрипт шестой то есть для нас там в начале мы решили что у нас там нету чего-то к чему мы привыкли в обычной разработке и решили да мы сейчас все сделаем с бабелом все сделали но в итоге во многих местах мы боролись больше с интеграцией второго angular вернее с портированием компонента второго angular на экмоскрипт шестой чем вот с теми задачами которые у нас были поддерживает но казалось бы все хорошо но вот если кто-то написал компоненту на тайп скрипте и мы ее у себя пытаемся использовать а у нас нету даже ну даже ничего что конвертит тайп скрипт в экмоскрипт шестой ну или в любой экмоскрипт то есть получается что да да мы отказались от него изначально но и это было ну неправильным решением то есть если вы будете так делать то ну лучше так не делайте спору нет если есть тайп скрипт можно это делать но если нету тайп скрипта мы используем только экмоскрипт шестой вот тут начинаются сами проблемы то есть если мы не пишем на тайп скрипте шестом и у нас что-то появляется на тайп скрипте шестом это вот это приводит к тому что ну неким танцем с бубном так следующий момент это вот наш пример нашего девайса который у нас есть о нем подробнее расскажет Юра Ткаченко я помогал ребятам с вот этим вот макетиком с железной частью как Андрей говорил мы хотели уйти от каких-то промышленных стандартов и использовать только то что доступно для любого рядового человека то есть мы можем самые распространенные брать уже ардуинки разбери использовать новый микрокаттроллер который ESP8266 он очень распространенный в данном случае есть его модификация на Node MCU на который который можно писать луа скрипт в общем в итоге на чем мы остановились первый макет у нас был на ардуинке с Ethernet шелдом мы использовали ардуино прошивочку нашу мы сами ее написали и собственно вот по поводу MQTT MQTT это брокер который нужен для общения месседжей между девайсом и между сервером нашим то есть в принципе это брокер месседжей как он работает мы на конкретный топик допустим Андрюха можешь немножко назад вернуть там топики были вот топик слышно меня да smart home in smart home out и дальше название девайса идет то есть это говорится о чем о том что smart home это некая структура допустим квартира и у нее есть какие-то допустим комнаты насчет комнат мы пока еще не абстрагировались у нас есть in и out поток и дальше название конкретного девайса который мы используем и вот это вот топик и на этот топик мы отправляем месседж со значением в данном случае у нас есть стандартные реле три штучки датчики температуры влажности сервопривод и вот эта каждая мелкая фича это девайс и допустим на реле мы отправляем месседж со значением on off датчики отправляют свое состояние температура влажность серва может отображать свое состояние и соответственно мы можем менять ее угол это вот коротко как я говорил первый девайс у нас был на ардуинке но мы решили пойти немножко дальше и использовать wi-fi модуль ESP8266 он проживается с той же среды что и ардуинка используют в принципе те же библиотеки все то же самое все просто все дешево доступно можно брать писать играться использовать я думаю есть вопросы давайте я отвечу на вопрос по поводу MQTT сейчас секунду чтобы меня все слышали как у нас выглядит MQTT по сути MQTT есть в облаках у очень многих провайдеров то есть есть у Microsoft Azure есть просто по моему MQTT Cloud .com как то так ну мы постарались сделать так чтобы чтобы можно было не зависеть не от интернета и от облаков то есть мы взяли из NPM реализацию MQTT сервера nano.js и там в нашем в нашем списке репозитория в которых мы ввели разработку он как отдельный MQTT сервер который можно поднять дома и использовать там поднять на Raspberry допустим и использовать Raspberry как центр вашего умного дома то есть опять же говорю старались абстрагироваться от какой-то конкретной реализации и поэтому возможность работать с облаками у нас есть возможность работать локально без облаков у нас есть возможность использовать какие-то сторонние MQTT серверы у нас тоже есть то есть как вам будет больше удобней так вы и делаете так следующий момент пару слов о том как мы все-таки разрабатывали этот наш смарт-хаус и что у нас что она у нас включала что мы декларировали в самом начале мы задекларировали что хотим делать наш смарт-хаус по технологии близкой к клин стартапу то есть мы хотели быстро учиться быстро получать какие-то результаты и быстро эти результаты имплементировать для того чтобы так делать мы должны были изначально сделать очень хороший сетап нашего приложения хороший инженерный сетап то есть у нас должны были быть правильные практики которые позволяли нам быстро учиться и ничего не ломать да делать какие-то какие-то вещи экспериментальные которые бы не уничтожали полностью наш проект ну насколько у нас удалось работать по этой методологии или нет еще стоит предстоит предстоит проанализировать то есть мы только недавно закончили этот проект ну закончили я сейчас расскажу почему ну в общем декларировалось мы работаем по методологии лин стартап так как мы хотели использовать хорошую хорошую методологию мы естественно начали с тдд картинка чуть ли не в один в один со слайдов Рома и Коли если кто был это одна и та же картинка мы все из ипама и у нас такой процесс в общем помимо тдд мы решили использовать agile ну насколько это у нас могло получаться и ну вот в тех атрибутах которые у нас получают то есть у нас был некий итеративный процесс в рамках которого мы пробовали там что-то делать там делать спринты делать это изменения формировать скоуп на итерацию помимо этого мы использовали continuous integration у нас это тоже все интегрировалось ну мы как раз использовали Travis CI для этого проекта ну и конечно же код ревью то есть для код ревью мы использовали во-первых гитхаб стандартный гитхаб вторым инструментом который у нас был это есть такая такой сервис coding ninja который делает приблизительно то же самое что делает гэрит на проекте DHL но в такой вот маленькой уютной песочнице то есть по сути этот процесс можно сделать не только гэритом но и при помощи coding ninja ну если рассматривать вот те инструменты которые мы которые у нас были мы использовали Travis CI мы использовали тайга это такой баг tracking и issue tracking систем открытая опенсорсная и мы декларировали что у нас открытые проекты и соответственно их использовали плюс результаты наши демо мы проводили на хероку использовали также различные другие инструменты я потом вам дам ссылочки вы сможете на гитхабе найти конкретно разные инструменты либо потом меня спросить да вот я уже много рассказываю да был вопрос сколько времени мы это делали я думаю что вообще у людей может возникнуть вопрос вы вообще в упамах своих работаете нет ну работаем но нам и на граммках менторинг программы то есть у нас в упаме периодически проводятся менторинг программы для людей которые там занимаются какой-то областью какой-то технологии вот периодически у нас есть джаваскрипт менторинг программа в этот раз мы решили ее сделать абсолютно не такой как обычно то есть мы отказались там от нудных домашних заданий от людей которых заставили приходить на эту менторинг программу от ну от всего что что неинтересно и постарались взять только то что интересно что мы все таки взяли мы решили что самая интересная вещь для девелопера это писать код на чем-то интересном и писать код на чем-то новом мы взяли технологии которых у нас еще не используется в упаме с точки зрения девелопмента таких как второе ангулар технология еще в кандидате поэтому в больших интерпрайзах ее не всегда ее не используют пока она там не зарелизится но нам интересно и было интересно получить опыт мы взяли этот второй ангулар и решили на нем написать проект подумали о том а что же мы можем написать и пришли к тому что многим интересна идея умного дома идея управления умным домом идея связанная с интернет of things и сделали проект в рамках менторинг программы который который вот и представляем вам сегодня как мы его делали у нас было был период три месяца раз в три недели каждые три недели мы проводили coding day то есть мы собирались в субботу и целый день решали то что нам нужно решить находили задачи которые нам нужно сделать иногда писали код чаще больше времени на coding day уходило все-таки на решение наших каких-то вопросов которые накопились за три недели в течение этих трех недель девелоперы создавали брали задачи и эти задачи реализовывали в форме в такой в свободной форме без отрыва от производства то есть все люди которые участвовали в разработке этого smart house проекта они также работали на проектах и вот в свободное от работы время учились чему-то новому на нашем не совсем учебном но вот на нашем этом фановом проекте и вот через три месяца мы эту программу закрыли закрыли мы ее 30 июля июня начали 1 апреля вот сейчас нам предстоит оценить что это было и решить о том как будет развиваться наш проект теперь вот несколько слов о том кто такие мы ну понятно да были девелоперы у каждого девелопера были люди которые были их наставниками то есть у каждого девелопера вернее у каждого наставника было по два девелопера которому который мог что-то подсказать которому мог прийти девелопер посоветоваться подписать в паре или решить нужные вопросы также удалось привлечь людей из других менторинг программ то есть мы попросили там кюреев которые нам помогали тестировать наше приложение у нас были бизнес аналитики которые вот нашу сырую идею расписали в виде юзер старей и мы уже делали этот проект как настоящий продакшн проект вот у нас были там UX дизайнеры которые сделали опрос там нарисовали мокапы по которым мы там что-то ну мы делали наш проект так ну и конечно же вот то что касается вот этой железной части мы делали в рамках нашего комьюнити которая у нас есть в IPAME которая занимается всякими железными инициативами то есть все что касается hardware мы делаем в нашем гараже у нас есть помещение в котором стоит паяльная станция и накидано куча вот вот таких вот плат которые означают что это территория IT гаража ну на самом деле мы периодически участвуем в каких-то интересных там пруфов концептах но и вот одна из инициатив этого гаража это вот поддержка этой менторинг программы со стороны железа да и вот спасибо Юрия за за макет и за support так ну в принципе есть вопросы да ну мы мы все выкладываем в open source мы в принципе ну цели что-то продать кому-то у нас нету потому что ну там гораздо больше надо работы провести конечно конечно есть такая цель то есть за три месяца у нас основная цель была сделать минимум волейбл продукт то есть чтобы хотя бы вот эти флоу которые у нас есть они работали они сейчас работают у нас есть много чего что нужно улучшить дописать доработать вот сейчас мы подумаем как мы это будем делать то есть стратегию на дальше мы чуть-чуть сделаем ретроспективу того что было и мы будем делать это будет и как бы свои планы изменим изменим для того чтобы достичь конечную цель конечно же чтобы этот продукт был известен ну поэтому я наверное сейчас вам рассказываю показываю то есть если у кого-то есть желание поконтрибьюти мы в гитхабе я покажу ссылки приходите так еще вопросы да это все в гитхабе то есть все что я показывал оно все есть в гитхабе там есть и mqtt broker и отдельно backend этой системы и отдельно frontend этой системы то есть это все есть есть help есть описание то есть со всем этим можно поработать и пощупать еще вопросы по железу есть есть чуть-чуть да там ну по железу меньше всего да ну есть есть примеры того что ну есть некой так как мы старались абстрагироваться то мы все не покрывано не писали под каждую платформу вот то что у нас есть оно без гитхабе или да да нет на луа но у нас на си так ну и несколько демонстрации как как это у нас работает то есть вот аж наше приложение да вот прототип дашборд на котором собраны все там датчики которые показывают там температуру влажность температура аля два датчика один внутри один наружи 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 холоднее чем внутри оказывается есть серво костя по клацей пожалуйста этими то есть вот каждый раз когда нажимается вот этот вот выключатель то в мхтт поступает сообщение на которое срабатывает срабатывает реле и включает выключает лампочку а костя покажи сценарий пожалуйста вот сценарий который включает все что горит и двигается серво а можешь запустить вот по сути но это примеры сценариев которые включают выключают в сценарии естественно можно и нужно добавлять логику когда мы говорим что там если вдруг что-то произошло то мы там выполняем такие-то такие-то действия но как пример вот это такая такая сценарий есть несколько и есть несколько типов есть на реках в которых мы определяем что там что-то вотчица то есть что-то происходит и отслеживается какое-то изменение они висят постоянно то есть они постоянно работают и есть сценарии которые вот ну одноразовые грубо говоря то есть как здесь здесь ничего не что-то происходит и мы выполнили эту команду она отработала и умерла и поэтому она переходит в статус пауз это это зависит уже от конкретной реализации но в нашей ситуации она ну она не ожидает что ему там придет ответ который будет говорить что там что-то произошло ну возвращает но мы на статус возвращается но мы на это никак не опираемся ну реакция есть что да вот есть mqdt туда попадают месседжи и есть слушатели которые на эти месседжи навешаны вот конкретно эту сейчас реализацию нет ну мы не предусматривали потому что у многих айфончики а мы с точки зрения перформанс тестинга ничего тут ну я не уверен что торшер выдержит постоянно туда-сюда включение что ну в текущий данный момент у нас вот эта архитектура работает без интернета то есть у нас есть вот айфон который раздает вайфай к этому айфону подключен подключен mqtt сервер ну вернее он подключен к компьютеру на котором запущены mqtt сервер и на котором вот развернут весь этот ну фронтенд бэкенд и получается что в текущий момент времени нам интернет не нужен то есть все что работает на локальном компьютере и сообщение гоняется между вот айфоном как точкой доступа и компьютером как вот нашим сервером ну плюс к этому же айфону подключен наш этот нод mcu который управляет девайсами и тоже шлет в тот же самый мqtt а у вас пока еще на уровне вот тестового стенда и есть уже интеграция в дом для решения какой-то пока это тестовый стенд ну никто не мешает интегрировать что да конечно Костя да да а а а а а а окей еще вопросы по поводу ссылочек они есть в презентации да и давайте ну подходите ответим на ваши вопросы а 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 и а Продолжение следует...